Так, Bitrix24. Мы сейчас поговорим для начала про облако. Сразу оговорюсь, мы говорим про облачную версию. И немножко хочется с вами порассуждать. Во-первых, напомнить, как сейчас выглядит партнерская программа Bitrix24. Есть два варианта. Это, скажем так, наверное, здесь уместнее прозвучит девелоперская, то есть привычная для вас лицензионная программа, когда вы покупаете продукт, перепродаете его клиенту, зарабатывая на, собственно, той скидке, которую у нас получаете. Это понятная для внедренцев схема работы. Вторая схема, которую мы внедрили, это афилиатская программа. Она уже более широко может быть распространена, то есть там можно работать без внедрения непосредственного, вплоть до того, что не принимать деньги от клиента на свой счет, а, соответственно, получать вознаграждение от нас за то, что клиент заплатил. Но вообще мы когда смотрим на то, как происходит продажа, внедрение Bitrix24, мы понимаем, что все немножко по-другому происходит. Многие партнеры почему-то не берутся или осторожничают в плане этого продукта, потому что не очень понимают, а что делать, а как это продавать, а где выгоды и так далее. И мы понимаем, что, наверное, продукт сам немножко другой. Другие сценарии взаимодействия, другая модель вообще продаж происходит. И, соответственно, программу по этому продукту нужно актуализировать, нужно сделать ее более подходящей и для потенциальных партнеров, которые могли бы ими стать, которые мы хотели бы также привлекать в программу. Можно я перерву? Мы немножко забыли предупредить вас. Сейчас начинается второй поток. Извини, это вынужден сказать. В соседнем зале будет компания Rusonix. Если вы планируете, мы потом, надо нам постараться делать, у нас первый опыт. Мы еще не научились делать вот эти вот небольшие перерывы, чтобы вы могли поразмышлять. Для информации, пожалуйста, имейте в виду. Второй поток. Спасибо. Если посмотреть на то, собственно говоря, кто же в действительности может быть партнером по Bittrex 24, учитывая, что у продукта довольно-таки легкий вход со стороны клиента, продукт можно практически не внедрять, а поставить как есть, исключительно проконсультировав, просто имея представление о том, что за функционал и так далее, мы предполагаем, что это совершенно разные сферы бизнес-консалтинга. Это могут быть коучи, это могут быть школы, это могут быть, безусловно, веб-студии, которые очень тесно взаимодействуют с клиентом и хорошо знают его бизнес и вообще участвуют в бизнесе клиента зачастую. Просто консультанты, как отдельные люди, рекламное агентство. Очень многие, кто работает вот в этом сегменте B2B. Очень многие могут понять, что за продукт, уметь его показать, уметь его продать и, собственно, предоставить клиенту и на этом, естественно, заработать. Поэтому мы представляем программу. Итак, о самой программе. Мы внутри достаточно долго спорили и думали, как вообще, как сделать так, чтобы программа по облаку BITREX 24 была удобная и очень-очень простая. Итак, что мы хотим сделать? Чтобы партнер, работая по программе для облака BITREX 24, одновременно действовал сразу по двум схемам. Когда становитесь партнером, вы сразу же подписываете два договора. И наш лицензионный, традиционный, как вы работаете сейчас, и афилиатский. И еще мы хотим вам сказать, что подписание афилиатского договора будет значительно упрощено, потому что сейчас, конечно же, вы знаете, с этим сложности. Я вижу в зале, да, такая реакция. Сложности есть, да. Выглядит большим препятствием. Подойдите ко мне потом, обсудим. Может быть, как раз будут пожелания по упрощению. Итак, первая схема работы афилиатская. Клиент платит нам. Клиент привязывается к вам как к партнеру либо по вашей реферальной ссылке, которую вы где-то разместили, и он перешел, либо клиент использовал купон, который вы ему дали лично, вы ему озвучили на семинаре, либо в каких-то своих материалах дали. Клиент к вам привязался, но заплатил нам. Мы выплачиваем вам вознаграждение. То есть вы свои деньги получаете. Вторая схема тоже, как сейчас, действует для коробки. Вы выставляете счет клиенту, клиент оплачивает счет вам. Вы у нас покупаете со своей скидкой. Какие могут быть сценарии работы? Когда вы выставляете счет клиенту, также действуете, вы получаете свою партнерскую скидку в соответствии с уровнем. Об уровнях мы скажем немножечко попозже. Когда клиент платит нам деньги за Абитрикс24, то с каждого нового клиента вы получите вознаграждение в соответствии со своим уровнем. И далее в течение 3-5 лет, сейчас мы еще думаем, какой будет срок, вы получите фиксированное вознаграждение 20% от этого клиента, то есть от всех его платежей, если клиент продолжает платить нам. Если такая ситуация, когда вы продали клиенту Абитрикс24, он оплатил счет вам, а потом ушел к нам, то есть и платит, и продолжает платить нам, то в течение 3-5 лет вы получите вознаграждение в размере 20% от всех его платежей. Он фактически, он переходит, становится аффилятом. То есть неважно, как вы ему сделали продажу. Вы продали лицензию, ссылка, любым способом. Он почему-то передумал, решил сам платить. Он все равно ваш. Вот эта часть у нас, собственно, отсутствовала. Раньше вы продали, если он там не зафиксирован, в общем, какие-то возникали разногласия. Есть, нет, аффилятский договор. Мы хотим, что если он закрепился за вами, значит, он за вами скрепляется. И дальше ваш. Итак, что же такое уровни? Это размер вознаграждения ваш и размер скидки. 20% для первого уровня, для второго 35% и третий уровень 50%. Но в отличие от текущей программы, уровни будут подтверждаться каждые 3 месяца. И еще очень важно отметить, они синхронизированы как по лицензиям, так и по аффилятке. То есть это один и тот же уровень. Не надо думать там, где он у вас есть, это общий. Вообще по-хорошему, наверное, назвать план продаж. Мы сейчас про план продаж поговорим. На самом деле клиент за вами закрепляется всегда. С вознаграждением 20%. Это достаточно просто запомнить. То есть, грубо говоря, с момента закрепления, кроме первого платежа, который вы с этого клиента получаете, если не сами продали в связи со статусом, все остальное время вы получаете 20%. Если вы выставляете счет сами, соответственно, в этом случае вы зарабатываете всегда на той скидке, которая фиксирована для текущего вашего уровня. Наверное, стоит уточнить, что как зарабатывать-то самим? Что вы полный список всех клиентов, которые к вам привязаны, вы видите их контакты в своем партнерском кабинете. Вы можете с ним связаться, вы можете предложить ему дополнительные услуги. То есть вы можете сделать так, чтобы клиент платил вам, соответственно, получая больший процент от этого. Да, у нас стоит довольно-таки большая серьезная задача сделать так, чтобы личный кабинет по Bitrix24, аффилиатской партнерской программе, был серьезно переработан для как раз удобства взаимодействия с ним, контактирования с клиентами и так далее. У нас вводится план продаж. Чтобы подтверждать уровень, вам необходимо набрать баллы. Баллы формируются, в принципе, точно так же, как сейчас. Они зависят от клиентской стоимости тарифа в данном случае. Для первого уровня необходимо набрать 15 баллов, дальше 60 и 120. Но дополнительно вы также можете собирать баллы от бесплатных пользователей, которые к вам привязаны, но они являются активными. Они активно работают с Bitrix24. За них вы также можете получать по 3 балла. Можно я тут пару слов скажу? Вообще мы никогда не формировали раньше план продаж. И нам кажется, по логике, для управления сайтом он как-то странно формулировался. Вот, кстати, в начале коллеги говорили, что текущая программа, она являлась следствием эволюции предыдущей программы. Потом появилась коробка, стала коробка, а облако другое. Но здесь план продаж. Когда мы дискутировали с партнерами, обсуждали возможные варианты, один сначала засомневался, подсомневался, но говорит, а что, вообще даже удобно. Это я сказал менеджеру, вот твой план продаж. И все. Ты сделал план продаж, вот твоя премия. Не сделал план продаж, нет твоей премии. Мы иногда сами не можем быть такими строгими, как бы сказать, а тут за вас сформировали план продаж. Давайте с него начнем. И он, кстати, очень небольшой, ну вот с точки зрения, это клиентские цены, еще раз. Но он понятный для продажников. Это облако Bitrix24. Как раз напомним, что 15 тысяч, да, это лицензия команды на 3 месяца. Для первого уровня достаточно. Напомнили немножко тарифовым. И также, как стать партнером по облаку Bitrix24. Мы хотим сделать, чтобы это было моментально, моментально и просто. Зарегистрировался на сайте, сделал первую покупку, выполняется ежеквартальный план продаж. Зарабатываете, увеличиваете свою скидку либо там свое вознаграждение. Очень важное замечание. Для коробки ничего не меняется. Если вы сейчас продаете коробку и зарабатываете на внедрении, программа остается точно такая же, по которой вы работаете сейчас. Но план продаж не учитывается в облаке. Я правильно понимаю? Да, план продаж только по облаку. Мы подготовили некоторые вопросы, которые, наверное, у вас возникли уже. Запуск этой программы планируется на весну 15-го года. Посмотрим там по срокам, как будет получаться. Всех партнеров, да, то есть все вы, которые работаете сейчас уже по партнерской программе, мы переведем на соответствующий уровень. То есть если у вас есть компетенция BITREX 24, у вас есть партнерский статус, мы сделаем соответствие, переведем вас сразу на тот уровень, под который вы попадаете. И если вы хотите продавать и облако, и коробку, то вам нужно будет участвовать и в той, и в другой партнерской программе. У нас все. Вернись к планам продаж. Я еще немножко экспонирую. Вот, мы, конечно, разогрели вопросы. Секундочку, секундочку, подожди, сейчас. План продаж, план продаж. Окей. Алло. Добрый день. Ты уже сразу с вопросами. Ну, давай, ладно. Вот коротко скажите для таких простых людей, как мы. Вот наши условия продажи облака вы делаете сейчас хуже? Нет, может быть, я не запонял, я пока без троллинга. Вот сейчас мы продаем ровно, ну, золотые партнеры, да, 50% скидки. 50% остается просто хуже. Точно так же останется. Нет, нет. 50% тоже есть. Просто нужно будет план продаж выполнять. Квартальный. Так это же лучше. Хуже. Почему? Ну, потому что мы не продаем каждый квартал на 120 тысяч. Будешь продавать. Понял. Значит, лучше. Смотрите. Легкое вступление. Афилиатские договоры, лицензия традиционно. Вы начали выставлять счета. Первоначально ваша там скидка условная. Еще раз. Мы, конечно, с вами сейчас говорим, потому что рассматриваем себя как интеграторов. То есть нам больше каждому и ближе каждому внедрение коробки. Во многом эта программа появилась вследствие того, что мы теряем огромный массив людей, которые могут внедрять продукт, ну, условно говоря, там бизнес-школы или другие, или просто продажники, которые даже реально были лишены возможности участвовать. Мы на них смотрели, говорим, вы не веб-студия, мы вас не берем. Они такие, ну, странные вы. Мы бы могли. Далее. Выставили счет. Это вообще, наверное, мы предполагаем и знаем, что есть две большие группы. Будут афилиаты, которые вообще не хотят и не будут связываться со счетами. Они выставили ссылок, наделали материалов. Кстати, и вы на своих сайтах поставили ссылки, помаркировали, все работает. Всех будем считать, все будут засчитываться вашими, афилиатские будут. Одна продажа свершилась по таким ссылкам. Или активные, там тоже вы, по-моему, не акцентировали, будут давать вам дополнительные баллы. В итоге базовый уровень всегда будет функционировать. Если, например, у вас 50% скидка, вы выставили счет, получили со всех счетов, что вы выставили, вы получаете ту скидку, которая есть у вас по уровню. Если это афилиатская ссылка, то вы получите с первой ее продажи ту скидку, которая у вас есть по уровню. Но дальше 20%. Мы много спорили на эту тему, но решили сбалансировать ее, оставив в 20% пороге. И еще раз, мы все-таки думаем, что наличие плана продаж и вам в том числе поможет. Он небольшой, он реально по одной продаже в квартал. Одна, две или три продажи. Очень такие простые, очень понятные. Но замотивированный менеджер и продаст, и принесет выручку. Можно вопрос. Во-первых, поддержу коллегу предыдущего насчет того, что для нас это стало хуже. Но я понял, надо продавать, хорошо. Во-вторых, два момента, два вопроса. Первый, сохраняется ли партнерская дополнительная скидка для клиента, если они покупают через нас? И второе, что понимается под активными порталами? Скидка сохраняется, безусловно. То есть вы можете давать скидки 5-10%, которые мы не даем. Их можно давать и на выставленные счета, и на ссылках. На ссылках? Или не действует на ссылках? На афилиатке нет. А, купон. Почему? Купон действует. Нет, все работает. Все окей. Мы вам не раскроем, что такое активный. Оно такое сложное понятие. Мы хотели бы вам рассказать, а потом решили, что, ну, зная немножко рынок афилиатский, мы его там исследовали за последний год, как только ты объясняешь досконально, что такое активный, начинаются проблемы. Их становится больше, и они становятся странными. Роботы все уже научились писать. Я не про вас, я вообще в принципе. Ну, поверьте нам на слово, у нас есть понятие там активного регулярности захода. Оно не очень строгое, но оно, то есть наша задача просто определить, что это человек, он сел, и он пользуется проектом. Вот и все. А как будут наказываться партнеры, которые будут звонить клиенту и говорить 50%, давай быстрее покупай у меня. Вообще будут уже спешены. А на чем он заработает? Ну, ему надо, он сначала сделает себе третий уровень, а потом будет зарабатывать. На чем? На 20% регулярных? Нет, нет. Вот я партнер, мне нужно получить скидку 50%. Ну, чтобы ее получить, мне надо продать на 120 тысяч. Да? Ну, вы имеете в виду, что продать... Вопрос демпинга. Ну, мне кажется, те же условия. То есть мы считаем, что демпинговая ценой неправильно. Так а какие они сейчас? Никак не наказываются партнеры, которые демпингуют. Почему партнерского статуса лишаются? Кто-нибудь пример покажите. Я не знаю ни одного. Вот вы можете предложить скидку, сдаться, и мы вас лишим. Нет, я не про себя. Я про коллег, которые звонят нашим клиентам, и мы потом не можем им продать. А вы нам рассказываете об этом? У нас есть такая сегодня услуга «Тайный покупатель». Может быть ее запустить? Хорошо, хороший вопрос. Подумаем. Да-да-да, даже решение есть по тайному. Подумаем. Диана, компания Wizard. Такой вопрос. То есть все, что с партнерским договором понятно, теперь по аффилиату. То есть если мы, например, не первого уровня, то есть просто делаем первый раз продажу, автоматически мы получаем с нее 20%, да, если продаем, то… Да, да. А дальше уже получается… Дальше накапливается, да. В течение трех месяцев накапливается. Ну, это автоматика будет работать. Все будет автоматизировано, не нужно будет ходить, писать, обращаться. Вы там условно поставили ссылку, автоматика там у нас традиционно каждый час, по-моему, смотрит. Добежал уровень, перевели на второй. Там добежал еще один, перевели на следующий. Там сделка выполнилась, все баллы и деньги будут зачислены. Еще вопрос для рассуждения. Битрикс можно зарегистрировать с любой ссылки, правильно? Ну, вот реферальный. И получается, что в своем городе мы единственные партнеры, которые могут давать консультации. Любые. То есть открывается портал Битрикса, выбирается город Тверь, мы из Твери, да, и мы единственные, у кого есть компетенция на сегодняшний день. И мы, например, выезжаем на встречи, рассказываем, все показываем. Единственное, ну, хочется продать коробку, но понимаем, что, например, это неинтересно. Человек, ну, партнер думает, уходит, например, ну, выделяет себе бюджет, а потом я пытаюсь привязать его к своей, ну, к нашим, в нашем кабинете, понимаю, что он нам не принадлежит, запрет. Ну, сейчас так работает филиатская программа. Обидно. Почему он не принадлежит? Мы проделываем работу серьезную, да, то есть, получается, мы продаем, а… Вы хотите портал облачный привязать? Ну, да. А что вы с ним? Да, такое может произойти, если этот портал привязан к другому афилиату. То есть, грубо говоря… Да, так, а если он не привязан, то ваш… Такая ситуация может возникнуть. Если вы продадите ему потом от себя, он перепривяжется к вам. Вы его зарегистрируете в облако? Приехали домой на со встречи сразу раз и зафиксировали за собой. Ну, бывает так, что они берут паузу и думают. Это может быть энное количество времени. И, конечно, он же умеет делать процесс оплаты через интернет. Ну, хорошо, давайте я не буду возражать, как вы предлагаете. Не знаю. Брать заявку, написать. Ну, давайте подумаем. Окажется, что сейчас все инструменты есть. То есть, мы такими, такими, такими даем автоматику. Если вы провели встречу, даем руками. Вы зарегистрировали портал на встрече, пошли и зафиксировали, что он ваш. Вы его там вычислили, вы его знаете. Дальше вы получаете, либо не получаете, либо следите, либо нет. Я, кстати, бы еще добавил. Здесь есть некая стыковка между нашим желанием запустить сервисную службу, объемом консультаций и переносом документации внутрь. Ну, то есть, там есть изменения по этой части. И тем, что мы видим, что по факту партнеры очень мало консультируют по B24. По-честному говоря, плохо отказывают. Мы делали телефонный обзвон, мы выступали клиентом, мы проверяли многих по компетенции, с коробкой хорошо, с облаком слабо. И это можно сказать, я не считаю это прям недостатком. Скорее, это просто нехватка экономики либо каких-то других вещей. В общем, кажется, что нужно идти по построению сервисной службы. Это не отдел продаж, это именно система автопомощи. Ну, много. Прямо сейчас не стану все перечислять. Спасибо вам. Евгений, Горетворский. Я хотел бы спросить следующую вещь. По поводу купонов. А именно, можно ли привязать некие плюшки для наших клиентов с точки зрения выдачи им купонов? Ну, то есть, к примеру, там на первый месяц 50% скидки. Я сейчас расскажу, почему я это хочу. Значит, зимой проводили федеральную конференцию у себя партнерскую. И, в принципе, хотели на своих визиточках сзади там сделать дры-ды-ды-ды, регистрируйся, код такой-такой. Тогда этого кода не было, вот потому что я, в принципе, звонил, спрашивал. Но было бы интересно, я думаю, всем, если вот, например, наш код, регистрируйся, первый месяц 50% скидки. Можно ли добавить такую вещь и… Скидку нет. Нет, на самом деле, нужно об этом, вот об этой части можно дискутировать, потому что либо дать 5-10% лист скидку, либо может оказаться действеннее написать вот столько в рублях вы получаете скидку. На первый месяц, не на первый, сложно. Вот получи там, не знаю, там 3 тысячи скидку. Давайте подумаем. То есть в данном случае мы считаем, что нужно выбрать подходящие условия, которые будут лучше всего работать. И в этом смысле скидка – способ закрепить его за вами в автоматическом режиме. Давайте еще буквально один вопрос. У нас следующий доклад, и мы двинемся. Талант, инфопорт Кыргызстан. Маленькая просьба, наверное. Мы пользуемся активно NFR лицензией, Btricks24, и каждое письмо клиенту уходит с подписью, что отправлено с Btricks24. Можно ли в эту подпись вставлять реферальную ссылку вот именно нашей компании? А что до сих пор не сделали? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно. Конечно, нужно. Извините, надо… А мы обсуждали этот вопрос. Я помню, что он всплывал. Что-то как-то упустили. Давайте последнее. Последнее, прям последнее, извините. Сергей, добрый день. Добрый день, коллеги. Значит, вопрос касается партнерской активности в рамках вот этой именно программы. Вот я являюсь тем уникальным партнером, который занимается только Btricks24, причем в основном облачным. И все мои активности касаются только облака Btricks24. Как они будут в этой программе учитываться? Вообще наша цель, чтобы все учитывались, все инструменты. Ну, просто вот баллы за маркетинговую активность. Куда они будут начисляться? В какую программу? В эту или в лицензионную? Маркетинговые активности у вас будут переводиться в… Ссылки активных и в активных. Ссылки в активных. Давайте мы потом поподробнее ответим. Давайте в кулуарах. На самом деле, коллеги, мы знаем, что вопросов будет много. И я, и Наталья, и Сергей готовы обсуждать, отвечать. Еще раз, это не окончательно прибитая программа гвоздями. Это предмет обсуждения. Нам кажется, что у этого изменения есть много правильных мотивов и экономики. Давайте будем обсуждать вообще программу в целом. Спасибо вам большое, что вы отреагировали и так позитивно. Степан, спасибо. 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 Спасибо.